Дневной разворот 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 И вал молока, да. То есть с разной интенсивностью хозяйства. Ну и в самом хозяйстве, если аграрий тоже понимает, знает, тоже не одна ферма несколько, она одной дует больше и меньше, есть средний результат. Есть выдающиеся животные рекордсмены, но в целом Кировская область сегодня вообще выглядит очень хорошо. Выглядит хорошо. Мы производим достаточно молока, чтобы обеспечить потребности жителей области? Более чем. Во сколько раз более чем? Значит, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, из вот этого валового производства суточного, за валовой реализацией 1680 тонн, около 600 с лишним тонн хозяйство реализует молока за пределы Кировской области на переработку в виде сырого молока. Что за регионы покупают наше молоко в основном? География очень широкая. Все наши соседи. Пермский край, Республика Удмуртия, Татарстан, Мариэл, Нижегородская область, ну, наверное, Вологодская. Я могу в тоннаже даже назвать каждый регион. Да, есть статистика. У Татарстана перепроизводство, и он покупает наше молоко? А тут надо смотреть логистику расположения молокозавода и производства самого. Если Маломышский район и Болтаси, они в 30 километрах друг от друга, соответственно, закуп никому не замечали. Болтаси – это уже Казахстан. Нет, это Татарстан. Это Татарстан, простите. Я родину вспомнила. Казахстанская область где-то порядка 100 тонн в сутки закупают. Пермский край всего там 3-5 тонн. Погоду не делают. Удмуртия – 200 тонн. Мариэл – 60 тонн. Казахстанская область – 15 тонн. Татарстан – 33. Вимбельдан – 208. И Данон – 44. В общем, мы такой молочный донор. 660 тонн мы вывозим сырого молока. А надои, уточненная цифра, за прошлый год – 7231 литр на голову. То есть мы перепроизводим и вывозим это молоко. У нас его покупают. Сами мы, кроме сырья, перерабатываем молоко. Но мы знаем, что КМК перерабатывает. В области перерабатывается порядка 960 тонн ежедневно. Так. Это какая часть? Я плохо считаю. А в год? Если почти 600 тонн, 1000 тонн надоили, сколько перерабатываем? Ну, порядка 440. 440. То есть примерно процентов 70, наверное, мы перерабатываем. Нет, 2 третих. 2 третих. 2 третих мы перерабатываем. Если 600 тысяч тонн надоили, 400 с лишним. Да, большинство, то есть перерабатываем. 1680 в год надоиваем. Это в сутки. А, в сутки. В год 600 тысяч тонн. Верю, хорошо. То есть 2 трети молока мы перерабатываем. Оставшиеся… Ну, это не значит, что мы потребляем его. Мы производим готовую продукцию, естественно, ее… Что мы производим из молока? Перечень там достаточно большой. Вот перечень. Но у нас есть заводы такие, как «Галактика» в «Фаленках», которые производят продукцию и сразу вывозят в Ленинградскую область. Они произвели для Ленинградской области, а не для нас. Да, да. Ну, хорошо. Все равно переработка на потребителя внутреннего и переработка на потребителя внешнего. Переработки сыр, масла, сухое молоко. Кефиры, йогурты, молоко, сливки. Все молочные. Основные направления вывоза переработанной продукции еще. Ленинградскую назвали коми. Все еще актуально? Коми актуально очень. Так. Еще переработка куда? Наша продукция везде. То есть по всем соседним вывозится наша продукция. Ну, вот из всего переработанного молока мы-то что потребляем? Какую часть из переработки Кировская область потребляет? Нет, мы, если говорить, норма потребления на человека порядка 320, мы потребляем порядка 280 литров в год на человека. Туда входят и переработанные продукции тоже? Там все входит, и сырые, это в перерасчете на молоко. Я еще немножко не понял, а за счет чего рост у нас идет производство молока? Поголовье расширяется, увеличивается число хозяйств? Да, да, значит, число хозяйств нет. Мы этот вопрос сразу после перерыва поставим. Давайте, хорошо. Светлана, вот я сегодня получила... Ольга Николаевна, Лушникова, да. Данные. Значит, на протяжении нескольких десятилетий прослеживалась тенденция к снижению продуктивного стада. То есть снижалось поголовье. И только в конце 2017 года чуть-чуть начался рост. Поэтому говорить о том, что вот за счет количества, наверное, неправильно. А за счет чего тогда только количества? Вы понимаете, это вот... Мы говорим, рост производства молока. Рост поголовья произошел только в 2017 году. Да. Основной рост идет за счет продуктивности поголовья. То есть если мы на корову доели в 2016 году 600-600-800, то в 2017 уже 700-200. То есть на голову мы получили больше молока. Вторая тенденция. Лучше кормим, чаще кормим. Это рационы. Сбалансированные рационы. Это условия содержания. То есть тут многофакторное. Механизация. Но есть еще одна причина. Вот в сложных экономических условиях слабое хозяйство выпадает вообще из... Ну просто банкротится. С рынка. До скольких голов? Ну, которое... Это не поголовье. Это на той там 4-5 тысяч. С трех начиная. То есть экономически они не выдерживают конкуренцию. Они исчезают. Соответственно, слабое хозяйство, там программа интеграции была, переходит под влияние сильных хозяйств. То есть их переводят... Мы получаем эту красивую цифру. И сильное хозяйство, немного увеличив поголовье при этом, при их технологичности, они получают большую продуктивность. И мы общую картину получаем рост продуктивности. Хорошо, рост продуктивности. Итак, у нас поголовье хоть незначительно выросло, но дает больше молока. Молока мы перепроизводим. Молоко мы вывозим. Вывозим также переработанную продукцию. Перерабатываем, напоминаю, значительно меньше, чем на самом деле производим сырого молока. И теперь, вот вчера на заседании комиссии по аграрным вопросам о развитии сельских территорий, общественной палаты Кировской области, производители молока озвучили такую странную историю. Для меня она странная и даже где-то, мне кажется, страшная. Хотя, может быть, я сильно ошибаюсь в этом. Если в декабре месяце закупочная цена на сырое молоко была 23 рубля за литр, то уже... В декабре 2017. В 2017 году, это буквально вот, то сейчас она составляет от 19 до 17,5 рублей за литр. И закупщики говорят, что будет падать еще, и в ближайшее время допустится до 16 рублей. В то время, как производят молоко, это я по следам вашей программе, Ольга Николаевна, говорю, дороги деревенские от 29 числа, производят за 22 рубля затратка на производство молока. То есть продают дешевле, чем затраты. Себестоимость, мы имеем в виду. Себестоимость молока 22 рубля за литр. Чем без затраты. Это так, Фат Мудрисович? Немножко не так, потому что цифры мы сейчас немножко тут передергиваем. Давайте мы сразу договоримся, о какой цене мы говорим. Мы сразу должны сказать, что мы должны высказывать о базовой цене высшего сорта. То есть это без НДС, это без надбавок за жир, за белок. То есть базовая цена, она так и называется. Когда базовая цена в декабре была 23-25, в зависимости от переработчиков, то в январе произошла такая картина, кто вывозит за пределы области, у тех цены регулярно падают, не ежемесячно, еженедельно. Если мы в Татарстан вывозить начали под 20, потом через неделю согласование цены идет 18-50, сейчас они говорят со следующей недели 17. А в феврале говорят 16 будет. Да, в феврале, ну это телефонные переговоры пока. Я не говорю конкретно о каких-то молокозаводах. Аналогичная картина с нижегородцами, то есть вот 18-500. И экономическое обоснование следующее. На бирже Белоруссия выкинула большое количество сухого молока и масла. Из сухого молока можно получить молоко нормальное. Мы несколько лет назад предлагали, боролись всяко на уровне федерации, даже были предложения такие, чтобы из сухого молока наименование было восстановленное молоко. Но это не принято, то есть оно то же самое молоко. Очередная интервенция белорусских продуктов. Да, и когда сухое молоко выбрасывается на биржу по 120 рублей за килограмм, причем себестоимость на новейшем оборудовании нашего кировского молочного комбината порядка 180. То есть его производить им уже невыгодно. Переработчикам, соответственно, легче закупить по 120 рублей сухое молоко, его, соответственно, выставить, произвести из него молоко и получить большую маржинальность. Вот вся экономика, а масло, мы все понимаем, что килограмм масла производится из 20 килограмм молока. То есть минимальная себестоимость получается у нас порядка 400 рублей. Если через жирность провести, 400 рублей. Какое количество уж такое молока выбросило Белоруссия, что затмило всех наших производителей? Не производители, а переработчиков они заинтересовали. Ну, на сегодняшний день, если говорить по России, то сухого молока запас 26 тысяч тонн. У нас? В России. В России лежит на складе. 26 тысяч тонн, да. Лежит на складе. Зачем закупают белорусское, если уже лежит на складе? Масло 21 тысяча тонн. У нас перепроизводство. У нас перепроизводство. Но вот перед вами карта лежит, где не хватает молока. А тут надо просто на уровне федеральном разрабатывать логистику доставки продукции. Наибольшая часть территории Российской Федерации с дефицитом молока живет. В общем, все наше общество, Российскую Федерацию, то у нас не хватает. У нас дефицит молочных продуктов. Так, подождите. Еще раз. Значит, Фатман Дорисович, как и вчера, и сегодня настаивает на том, что белорусские продукты это зло. Они роняют цену. Они роняют цену. Они должны регулировать экономический процесс. Хорошо. Сказались на падении стоимости закупа чего? Переработанного сухого молока. Правильно? Но мы ведь говорим, что молоко сырое падает в цене. Нет. Здесь такая ситуация. Если из сухого молока производим готовую продукцию, зачем его закупать дорого? Мы поняли. Готовое молоко. Мы поняли. Живое молоко назовем его. Но я вчера слышала другую тоже историю, что это только незначительная часть на самом деле обоснований того, почему у нас падает закупочная цена на молоко. Так ведь? Ну вот, какие факторы сегодня повлияли на наш взгляд на эту ситуацию? Да. Налицо кризис потребления. Покупательское снижение снижается. Денег у людей стало меньше. Значит, в этой связи объем поставок сухого молока масла в Республике Беларусь не снижается. Тем более, они играют на ценах. Фатма Дорисович об этом говорил. Снизили. Еще один фактор. Расходы сельхозтоваропроизводителей существенно выросли за последнее время. Неуклонно растет стоимость электроэнергии, дизельного топлива. Там уже рекордные значения этих величин. Там рекордные. За год рост дизельного топлива порядка 15%. По данным РОСТАТу 12,5%. Я про жизнь говорю, про Кировскую область. Вы говорите, может, о Федерации, я говорю здесь. Я о Федерации говорю. Еще один фактор. Ведь только что говорили о том, что Кировская область все последние годы прибавляла по молоку. То есть, естественно, какие ожидания могут быть на рынке? Сырье есть. Его достаточно. Оно растет. А вывозим мы его только в соседние регионы, получается? Нет, и вы... Да, вот про логистику говорит Фатман Дорисович. Мы можем вывезти, оно же сырое, вот только в соседние регионы. То есть, надо думать просто о переработке на своей территории и вывозе готовой продукции, которая может дойти. Да, вот я сейчас скажу. Если Фатман Дорисович принес карту, где нарисованные синие и красные закрашенные регионы, так вот, в Кировской области, ну, это карта какого? 2014 года. Сейчас еще ярче мы раскрасим. Не сильно изменилось. Да, мы перепроизводим молоко, например, на 227 тонн, больше сейчас гораздо, да? Тюменская область недопроизводит примерно на ту же цифру. Но где Тюмень, нигде мы? Сырое молоко не довезешь. А переработка наша внутренняя в нашей области не справляется. Не справляется с объемом производства. Обратывающие предприятия, которые находятся на границе, в Нижегородской области, в Татарстане, Крупняк вот этот, Вимбельдан и Данон и так далее, они, получается, монополисты. Вимбельдан цены снизил не ниже принимаемой цены Кировский молочный комбинат. Они идут ровно. А Кировский молочный комбинат, он что, не справляется с тем объемом молока, который готовы поставлять наши производители? Или они удовлетворяются уже теми десятью хозяйствами, которые сами развивают? Кировский молочный комбинат в сутки перерабатывает порядка 350 тонн. Это большие объемы. Это достаточно большие объемы. Владимир Алексеевич, но они ведь перед Новым годом нескольким хозяйствам отказались, в том числе Слободского района, Орловского района, буквально перед Новым годом. И куда нужно было молоко Слободским хозяйствам? Отказали на закупке. Что были вынуждены сделать производители? Производители были, судорожно искали, куда отправить. Нашли Казань. Вот Свечинские хозяйства и Шабалинские, им Кострома отказала. Кострома отказала вперед. Да, перед Новым годом. Но это вообще была трагедия для этих хозяйств. Мне звонит начальник управления сельского хозяйства Свечинского района и говорит, я не знаю куда, придется в Рыжий Кот возить. Это Рыжий Кот, молокозавод, ну, не очень хорошей репутации в Котельническом районе. Вот там претензии большие к ним. По оплате? Нет, по качеству. По качеству. По качеству. Страфовал их Беляев, генерал Беляев, Ростельхознадзор. И что пришлось сделать? В Рыжий Кот везти. По цене? Цена там небольшая. Цена была ниже, чем рассчитывали сдать на КМК. Почему КМК это сделал? Это не КМК сделал. Нет, не закупили, отказались. КМК, какие объемы брал, он те объемы принимает дальше. Просто у него больший объем со своих хозяйств. Десять агрофирм, они правильно сделали что-то. А я правильно все-таки услышала. Простите, что я перебиваю, Фатму Дорисович. Они сделали, они рассказывали нам здесь, рассказывали нам здесь директор предприятия о том, что десять хозяйств и сами они свою базу строят, что все стабильно и понятно и прочее, прочее, прочее. Но тоже говорил неоднократно, что время от времени случаются кризисы перепроизводства, и масло приходилось сбрасывать по каким-то копеечным ценам. И сейчас затаривание произошло, вы сами сказали, и внутри области, и на границе, потому что продавать приходится там, например, в сети по нижней себестоимости. Почему сложилось так? А теперь еще и цены падают серьезно закупочные. Понимаете, тут многогранные причины. Давайте посмотрим, что творится в сетях. То есть при перепроизводстве молока внутри области к нам через сети поступает продукция молочная других производителей. В народе называемое долгоиграющее. То есть вот это молоко в Четропаке оно не киснет полгода. У нас кировские производители не делают такого. То есть они не добавляют консервантов. То есть самая свежая продукция. Да, хорошее молоко. Ну, мне кажется, в общем и целом, наш покупатель, он все-таки склоняется к молоку местного производства. А мы недостаточно, наверное, рассказываем о том, что у нас случается на самом деле. Ну, была же у нас программа овецкие продукты. Она сработала, кстати. Я думаю, что... Покупай овецкое. Понимаете, раньше и программа была специальная карта. Малоимущим, когда давали по тысяче рублей. Вот ее тоже один из способов восстановить реализацию местных продуктов. Объясните мне, Владимир Геннадьевич Фатман Дорисович, а куда делась вот эта действительно социальная карта, которую так много пропагандировали, по которой можно было получать продукты? И что там с ветскими? Покупай наше. Это что? Все? Конец? Я думаю, что потребность в этой программе существует. Я думаю, что... Вопрос просто не по адресу. Мы можем примерно объяснить. А почему она прекратилась? Кто-нибудь знает? Вы знаете, вот мы изначально... Хотел бы обратить внимание, что начали разговор с закупочной ценой. Вот вчера же вечером еще состоялась видеоконференция с Минсельхозом в России. Сразу после заседания в общественном городе. Да, но, конечно, положительный момент, что Минсельхоз российский обращает на эти вещи внимание. Каких-то деятельных мер таких конкретных не предложили, но такие вопросы с претензией к регионам, чьи молокозаводы снижают закупочные цены, были. Требовали конкретно от руководителей региональных назвать эти предприятия. Такое было, так сказать, с опломбом, с претензией на предстоящие разбирательства вопросы, что и как и почему. Но, на мой взгляд, очень ярко прозвучал ответ директора акционерного общества «Милком» из Удмуртии, который четко объяснил, что это огромное предприятие из четырех производственных площадок состоит. И он объяснил, что сегодня огромные запасы масла на остатках, там порядка 600 тонн, 700 тонн сухого молока. И он привел такую цифру по ценам. Появилось на рынке, то есть доступно нашим пищевым предприятиям сухое молоко из Турции по 90 рублей за килограмм. Переплюнули белорусов. Светлана, при любой дотации в той стране, где производится сухое молоко, у меня все равно экономический вопрос. Произвести, переработать, доставить и сделать в два раза дешевле, чем себестоимость. У меня вопрос, из чего оно сделано? То есть вот это понимание есть. На границе мы можем проверить то, что к нам завозят. Да, нам сейчас нужно будет прерваться буквально на полторы минуты, после чего мы попросим подключить Валерия Ведерникова, генерального директора предприятия Мокинская, и понять, как вся эта ситуация сказывается на производителях. Надо еще напомнить здесь, что у нас ведь, друзья, мы не просто затаренные сидим, снижается цена на закуп молока. Нам ведь предстоит увеличить его производство до миллиона тонн. К чему мы стремимся? А вот к чему мы действительно стремимся и к чему мы придем с этой программой? Это мы будем не в этом только берегу эфира обсуждать, еще и дальше с правительством, потому что нужно понять действительно экономическое обоснование, перспективы пяти, десяти, двадцатилетней перспективы. Сейчас реклама, после этого снова в студии. В регионе упали закупочные цены на молоко, да и по всей России, как выяснилось, чем это грозит производителям, нас волнуют прежде всего наши производители, кировские и производители молока и переработчики. Обсуждаем эту тему с Фатом Хайрулиным, Владимиром Огородовым, Ольгой Лушниковой и ждем подключения Валерия Ведерникова, генерального директора предприятия Мокинска из Советского района Кировской области. Вот мы так спокойно сейчас разговариваем. Я когда сказала вчера... А белорусы и крают? Папе своему, белорусу коренному, что я иду, значит, разговаривать, что у нас будет сегодня эфир по молоку и что вот закупочная цена на молоко падает серьезно. И, как выяснилось, ведь и в торговле тоже на молоко упала цена, да, в конечный продукт. Вчера мы об этом говорили. Не сильно. Но не сильно. Но вопрос падал. Непропорционально, Савья. Да, да, да. С широкой улыбкой он сказал, что значит, молоко будет дешевле в магазине? С надеждой он сказал, будет дешевле молоко в магазине. Мы не знаем пока, что на самом деле будет. Видим минимальное снижение, закупочные цены падают. Вчера был после заседания в общественной палате селектор федеральный. И там были тоже некоторые вещи озвучены, которые мы сейчас в перерыве уже обсудили. Да, с Владимиром Геннадьевичем Огородовым попрошу озвучить после того, как поговорим с Валерием Ведерниковым. Алло, добрый день. Валерий Николаевич, добрый день. Приветствуем вас. Да, вы в премьем эфире нашей радиостанции. Хотим знать, как живет сейчас в настоящее время ваше хозяйство, сколько голов, куда продаете молоко и что происходит в связи с снижением закупочной цены? В нашем хозяйстве содержится 700 коров, двойное стадо. Производим мы 13,5 тонн молока каждый день. Продаем молоко в Нижегородскую область, а именно на Шахунский маслозавод. Насколько долгосрочное это сотрудничество? Ну, контрольный пакет нашей акции, 53%, принадлежит этому заводу. Понятно. То есть у вас стабильный, вы стабильно туда поставите молоко? Да, у нас стабильный, мы, да, стабильный. В чем проблема сейчас? Ну, проблема в низкой закупочной цене на сегодняшний день. Очень, в общем-то, снижение. Еще планируется с 1 февраля. То есть я так понимаю, вы подтверждаете, что себестоимость производства молока сейчас выше, чем закупочная цена на него? Ну, у нас еще нет, еще, но на грани уже, уже на грани там остается несколько копеек. А цифры озвучьте, пожалуйста, чтобы вы понимали. Насколько упала закупочная цена? Ну, если цену предлагать 1 февраля 2019 года и залиться, то наша себестоимость это 18,60. То есть еще ничего по сравнению с другими хозяйствами? Ну, может быть, может быть. Я только что разговаривал с заместителем министра нашего сельского хозяйства. В общем-то, видимо, все-таки производители Кировской области, они не снизили цену или снизили незначительно, максимально до 90 копеек. У нас же падение ощутимое. А вообще вот, если брать с январем прошлого года, то цена была 26, а сейчас 20. То есть 30 процентов просто. Чем это вам грозит, Валерий Николаевич? Ну, это грозит тем, что мы не будем инвестировать в производство. Хотя у нас громадные планы на этот год. В общем-то, построить ферму на 400-дойного стада беспривозного содержания. Но уменьшать существующее стадо вы все-таки не планируете? Ну, конечно, нет. Молоко все-таки, оно каждый год стабильно приносит доход. Не только доход, но и прибыль. Этот год вообще какой-то сумасшедший просто. Валерий, скажите, пожалуйста... Фат Хайрулин с нами в нашей студии. Добрый день. Вот со снижением цен не думаете пересматривать рационы, что чревато для здоровья животных? Нет, нет. Если мы и так, получив нынче вот в этих сложных погодных условиях, немножко мегаджоли на кормах не добрали. Поэтому у нас сейчас уже есть реальное снижение. Где-то на 4% по надое. Поэтому мы, конечно, не будем снижать. Не будем. Хорошо, Валерий Николаевич. Это просто нас уже потом. Да, Валерий Николаевич, вот вы говорите, были планы на 2018 год построить новую ферму. Ну, они планы и остаются. Остаются. Но просто как их выполнить будет тяжело совсем. При такой закупочной цене на молоко. Да. А не поможет ли вам план правительства Кировской области миллион тонн молока? Ну, если он будет как-то подкреплен, в общем-то, финансами, то я надеюсь, что поможет. А что именно? Как это именно должно происходить, чтобы все у вас рослось? Ну, в общем-то, различные же есть, в общем-то, меры поддержки. Они, конечно, остаются у нас. И за молоко мы получаем. И капицы, возможно, что получим за это. Но хотелось бы, может, большего. Все равно идет снижение. Валерий Николаевич, субсидирование? Ну, да. Все равно идет снижение год от года. Сколько нужно субсидировать, чтобы стабильно работали предприятия наши, производители молока? Как говорится, и жили хорошо, и развивались, и вкладывались в свои производства? Ну, наверное, это очень сложный так быстро вопрос. Да я уверена, что вы думали над ним. Не может быть, что не думали. Конкретно по своему хозяйству, по своему предприятию. Даже я затрудняюсь вот так резко, быстро ответить на этот вопрос. Валерий Николаевич, просто надо попасть в программу возмещения прямых затрат федеральную. Ну, да. Мы поэтому сейчас делаем проекцию, чтобы госэкспорти не было. Все, все, мы это делаем сейчас. Такую же цифру с областного бюджета возмещения. Я сейчас слушаю Валерия Николаевича и понимаю, что все хорошо. Производили, производим, и будем производить. Планы хорошие построим, еще ферму. Ничего, очень напряженно, очень тяжело. Молоком производить надо, произведем, ничего, как-то переживаем. Вчера такая дискуссия была устроена. Ну, вот 2013 год самый замечательный для сельского хозяйства Кировской области, когда около 4 миллиарда было направлено в сельское хозяйство поддержки. Вот. Это федеральные областные областные деньги, да? Все падение и падение. Понятно, что была цена на молочка повыше в прошлом году. Мы как-то выкарапывались. Но сейчас-то и господдержка падает. Эта цена на молоко падает. А наши затраты-то все равно выросли. Энергоносители растут еще. То есть мы-то идем вот пока что в тупик. Пока что в тупик. Вопрос у вас какой-то есть к нашему правительству? Ну, есть, конечно. Ну, как так могли допустить, чтобы, в общем-то, такое снижение резкое. Но на 30 процентов. Зимой первый раз в жизни. Я 18 лет работаю директором. Снижение мое происходит молока. На 30 процентов закупочная цена упала. В чем-то ошибся. В расчетах или в чем что-то. Зимой. Вот так. А ей непонятно, как дальше. Правда же? Куда она дальше пойдет? Конечно, непонятно. Спасибо. Непонятно. Вот я надеюсь, что с 1 февраля этот рубль у нас не отберут. Но надежда-то, она вот как-то... У нас надежда, у нас нет утверждения. У нас нет бумаги. У нас нет слова правительства, что будет вот так. Мы не знаем, как это будет. Спасибо. Спасибо, Валерий Ведерников. Хотя и сейчас и видеоконференции проходят по всей России. Ну, проходят, да. Поговорить мы любим. Такое молоко наводило наш рынок, видимо, европейской части. И все, цена и полетела у заводов, кто работает на долгие грающие. Да, мы об этом сейчас поговорили. Спасибо. Спасибо. Валерий Ведерников. Мокинский, советский район, между любежью и советским. Друзья, у нас остается буквально 4 минуты. Самое главное, это мы все-таки с вами не сказали. Вот эта программа «Миллион тонн молока», о которой заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев, как об опорной программе, о программе, с которой можно выходить на высший уровень, к президенту Путину, зачем нужны деньги Кировской области. Вот «Миллион тонн молока» произвести. Это не панацея, это не спасение для нас. К чему она может? Она у нас где вообще эта программа находится? Кто-то знает, как она работает? Пока еще не знаю, но вот я была в Красной Талице, ко мне подошел. Это Слободской район. Слободской район, да. Андрей Ушаков, я его давно знаю, он типа бригадира. Мы давно знакомы, он говорит, кто автор этой программы? А туда ли поворачивает область? Мы не уверены. У нас все хозяйство переживает. Нам нужны миллион тонн молока. Я сейчас обращаюсь к Владимиру Геннадьевичу Огородникову. Нам вот все успехи Кировской области за предыдущие 10 лет, все это результат диалога аграриев и власти. Поэтому мы рассматриваем эту программу как возможность дальше вести. Так, это началась дипломатия. Нам нужны миллионы литров молока вот сейчас в этом году? Кировской области, что с этим миллионом молока делать? Мы можем его произвести? Это стратегическая цель, мы можем, надо этим заниматься. Мы его можем произвести, но мы не можем его не переработать, не сбыть. Светлана, при каких условиях? Здесь вот спорите, надо миллион или не надо. Давайте мы оговорим условия. Так. При каких условиях? Давайте так. Вот сейчас там, где мы находимся, в этой точке. Нам нужны эти миллионы литров или нет? Нам нужно развиваться. В Кировской области можно развиваться. Для того, чтобы вовлечь финансовую поддержку федеральную, нам надо увеличивать производство молока. Но надо иметь понимание реализации готовой продукции. Потому что она не реализуется. Под миллион, я бы сказал, три условия основных. Первых – это долгосрочная договоренность с федеральным центром на реализацию готовой продукции. Эта договоренность должна быть на протяжении длительного срока, 15-20 лет, чтобы мы развивали эту программу. Второе условие – на полках всех торговых сетей федеральных в данном регионе у нас должна быть предоставлена 100% продукция местного производства. Молочная, мясная, хлебобулочная. Магнит пятерочка метра. Все, все, все. Все, кто зайдут тоже. Все. И по всем районам также. И также система облпотребсоюза. Значит, и третье условие – убрать фальсификат с полок. А переработка, простите? Это уже условие программы. А программа-то есть, Фатман Дорисович? Нет, программы нет. Ее никто не разработал. Это тезисно. Но это интересно на сегодняшний день. Мы сразу говорим, два-три завода надо переработки строить на территории Кировской. Да, и об этом вчера Минсельхоз говорил. Это опять же… А кто их построит-то, Фатман Дорисович? Инвестиции надо искать. Надо смотреть, на каких условиях. Может, есть смысл увеличивать производство, переработку тех заводов, которые мы имеем. Они же сейчас Богородский маслозавод, Волжголы. А тут еще, знаете, какой вопрос стоит? А обрадуются крупные переработчики на границе, что вы тут заводики строите по переработке? А почему нет? Так вы конкуренцию создаете? Нет, подождите. Мы должны о внутренней экономике думать, развивать регион. Это программа для привлечения инвестиций в область. Это рабочие места, это налоги. Хорошо, последние буквально полминуты. Вот сейчас самое горячее решение, которое нужно принять. Самое горячее в этой ситуации, в которой сейчас мы находимся. Владимир Геннадьевич. Ну, самые первые меры, нужно решить вопрос с господдержкой. То есть, то, что... Вы вчера сказали, Татарстан уже заявил, что они датируют... Три рубля на литр с сегодняшнего дня у них началось. Сегодня все мы ожидаем, что не позже, чем через месяц придут федеральные средства. Эта ситуация несколько ослабит. То есть, настрой Министерства России придут, сомнений нет. Ну, и целый ряд мер может быть реализован и в Кировской области, но это уже в ведении правительства области. Я думаю, такие предложения мы внесем, мы готовы для этого. Встреча с губернатором будет, о которой вы вчера настаивали? Нет, а как я могу сказать за тех, за кого я не могу решить? Сельхозпроизводители хотели встретиться? То есть, мы на площадке общественной палаты предлагаем просто власти встретиться сельхозпредприятиями, с переработкой и торговлей. Это один узел, который надо рассмотреть со всех сторон. Это реально, Владимир Геннадьевич? Я думаю, что соседи нашей регионы этот путь уже прошли. Мы не будем отставать. Они уже все это сделали, договорились. Разговор с аграриями провели. То, что могли делать, наверное, делают. Я думаю, что и у нас этот разговор состоится. Вы знаете, я вам что хочу сказать. Когда в прошлый раз Лушникова пришла сюда с производителями мраморного мяса, то же самое нам говорили. То же самое просили фермеры сесть за круглый стол, пригласить губернатора. И много раз звонили. Потом губернатор открытый был такой вопрос. И ни разу никто не сел. И эти производители мяса так и остались брошены из прошлого года. Я надеюсь, что с молочным производством такое не случится. И приглашаю представителей правительства в эту студию для того, чтобы после встречи и переговоров озвучить позицию, программу. И как-то успокоить все-таки производителей, какие-то цели им показать жизни. Сейчас благодарим Фата Хайрулина, Владимира Огородова, Ольгу Лушникову за то, что пришли сюда и рассказали о ситуации с молочным производством в Кировской области. Разговор продолжим в разворотах на бизнес. В ближайшее время перерыв.